привет меня зовут николай и один из создателей проекта читай быстро в рамках которого мы стараемся понять что же такое быстро и осознанное чтение иногда мне в руки попадаются книги которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей то есть со всеми вами так и родился этот формат 10 фактов 3 задачи из интересной книги сегодня у нас в гостях человек который буквально несколько недель назад праздновал свой день рождения ему исполнилось 60 лет и за эти 60 лет он успел стать профессором преподавать во многих американских колледжах и даже стать лауреатом пулицарской премии одно из самых престижных наград в области журналистики и литературы в соединенных штатах стал он обладателем этой премии за серию расследований о врачебной халатности в штатах и как вы можете понять у нас в гостях джозеф халинан и его книга почему мы ошибаемся ловушки мышление в действии нужно сказать что книга не дает исчерпывающих ответов на все вопросы почему мы ошибаемся почему мы совершаем ошибки а рассматривать только наиболее парадоксальные случаи именуемые как раз вот этими самыми ловушками мышления и хоть в целом это никакой не революционное знание много раз за прочтение книги я ловил себя на мысль ну да да надо же так и есть и а я и не замечал в этом смысле книга стала хорошим источником для убористого и списывания нескольких листов букнота и формулирование потом десяти фактов и трех задач из книги которые мы сейчас с вами быстро попробуем пробежать вино я последние несколько выпусков совсем его не упоминаю но все так же как и раньше пью потому что нет ничего лучше как выполните хорошей книги и неплохого бокала и бокала неплохого вина сегодня например вместе с книгой вкуснейший терпкая мерло три года выдержанная в дубовой бочке ну вы пока я это все рассказываю можете на канал подписаться это несложно прямоугольная кнопка красная прямо на которой написано подписаться прям под видео говорят что если ее нажать то произойдет какая-то цветовая магия на станет серой если это правда то и на колокольчик тоже жмите после этого может еще какое-нибудь волшебство случится вся книга в двух предложениях кучу ошибок с неприятными последствиями мы делаем и попадая при этом в ловушке сознания если вы то стать чуточку счастливее давайте попробуем в рамках десяти фактов трех задач и 600 секунд разобраться а что же хотел сказать нам джозеф халлинан про наши ловушки мышления и про то как мы с ними будем справляться человеческий фактор большинство ошибок совершаются людьми в силу особенностей мышления и это нормально потому что каждый человек по-разному воспринимает мир на основе каких-то своих ощущений воспоминаний предыдущего опыта на основе вот этого всего мы формируем искаженное представление о реальности ну по-хорошему искаженное то что мы называем субъективизмом люди находятся под влиянием каких-то своих стереотипов не желают менять решение из-за надуманных поводов там первого впечатления изначальных своих каких-то идей стереотипов убеждений и так далее кроме этого не редкая ситуация когда в больших коллективах или при общении тет-а-тет вы говорите об одном и том же с человеком но разными словами и это так называемая тезаурусная ошибка которая тратит ваше время на то чтобы синхронизироваться с человеком а потом воскликнуть да я то же самое тебе говорил только другими словами решается эта история совместным понятийным аппаратом поэтому чем больше корпорации чем больше бизнес в котором вы работаете управлять и тем больше времени тратится на составление инструкций правил меморандумов и словарей потому что любая слепая и неописанная зона будет заполнена по усмотрению человека потому что смотреть не значит видеть тут речь в этом факте идет и о физическом смотрении потому что возможности органов зрения ограничены и когда вы видите только там четверть реальной картины или какую-то часть реальной картины вы можете не замечать что изменяется вокруг после кратковременного прерывания этого зрительного контакта так возникают слепые зоны когда разум то что не увидел стереотипно заполняет по имеющимся в голове уже шаблоном так рождаются стереотипы и тут же речь идет о смотрении ментальном если вы не обращайте внимание на детали ситуация оценивается через призму абстрактного вашего понимания вот этого субъективного и любой вакуум информации так называемая та же слепая зона но ментальная заполняется и интерпретируется каждым человеком по-разному в силу его каких-то убеждений установок ожиданий и получается так что и зная о существовании вот этих слепых зон как физических так и ментальных задача любого руководителя сделать так чтобы каждый участник бизнес-процесса не только смотрел но и видел максимум иначе кроме всего прочего может начаться поиск скрытого смысла это третий факт из книги вы когда-нибудь задумывались над тем почему большинство из нас очень плохо запоминает имена и даты это происходит только потому что эти сведения как правило не несут никакой смысловой нагрузки то есть мы знаем что человека зовут иван и что у него в октябре может быть будет день рождения но цепляющая информация которая запоминается которая откладывается в памяти она всегда имеет какую-то суть человек обращает внимание на то что резонирует у него внутри на то что вызывает внутренний отклик именно это какие-то условные метки которые не содержат никакого эмоциональной никакой эмоциональной привязки в момент когда вы узнаете это имя а вот например теории заговора чипирование с помощью прививки мировое правительство там я не знаю облучение 5g вышками вот это охохо тут прям есть где разгуляться внутреннему отклику эмоциональной привязки и именно поэтому мы запоминаем ретранслируем ищем подтверждение опровержения спорим с несогласными или доказываем свою точку зрения но абсолютно точно находим вот этот самый скрытый смысл и пытаемся в нем разобраться еще стараемся при любом удобном случае надеть розовые очки четвертый факт из книги события которые происходят в прошлом в сознании принимают как раз конечного результата мы не помним путь мы помним результат в большинстве случаев люди при украшают воспоминания потому что если все закончилось хорошо то и воспоминание будет хорошим реальность на самом деле могла быть изнурительной сложной и поэтому факты которые отвечают за изнурение и сложность они разумом мозгом вашим опускаются вы ходе вы их не запоминаете а на первый план выходят только того что было здоровская именно поэтому даже те кто не жил при советском союзе видя очень часто в картинках там его конечный результат перед окончательным развалом вот этот прообраз социализма бесплатные квартиры там образование обеспечение работой профсоюзными путевками на море они начинают вдруг неожиданно для всех окружающих возможно для самих себя ностальгировать по этому самому результату загубленному не задумываясь о двух поколениях перед этим которые положили свои жизни искалеченные загубленные временами расстрелянные судьбы поскольку они ломали один строй и строили другой и вот этот путь был кошмарным а результат был конечно наверное хорошим потому что розовые очки это вот конечно она про конечную цель они протернистый путь ну и да бог с ними с очками давайте лучше про многозадачности это очень модная штука в 2020 году не за несколько лет до невозможно несколько лет после хорошая новость в том что многозадачности не существует можете показывать это видео начиная с пятого факта своему начальнику когда он следующий раз навалит на вас там 100 500 разных задач ссылайтесь на читай быстро и ссылайтесь на джозефа он говорит что способность человека к многозадачности это заблуждение потому что много дел выполнять осознанно с равным распределением внимания невозможно мозг пытается справиться с несколькими задачами распыляет свое внимание делит ресурсы на то количество которое вы ему даете x как правило замедляет работу то есть что что вы делали последовательно бы то что вы делаете параллельно все равно займет у вас одинаковое количество времени прошла многозадачность или цепочка задач на друг за другом мозг затратит равное количество времени на то чтобы их обработать но тут важно уточнить не совсем этот согласен джозефом наши действия бывают осознанные неосознанные поэтому получая базовые навыки и доводя до автоматизма какие-то вещи вы можете совмещать вот эти выполняемые на автоматизме вещи с другими действиями и получается что все-таки многозадачность может быть если вы объединяете что-то что можете делать фактически на автомате не затрачивая при этом ресурсы мозга но нужно сказать что это краткосрочная или максимум среднесрочная перспектива потому что в долгосрочной перспективе статистика говорит что даже вот например при работе на конвейере люди слетают скатушек как здрасте и начинают неверно толковать действительность силу вот этой вот попытки там своей многозадачности неверное толкование действительности это кстати шестой факт плохая новость в том что и мы с вами в трезвом уме не будучи доведенные до крайнего состояния конвейером в трезвом уме здравой памяти делаем абсолютно то же самое ошибки происходят из-за неверной трактовки реальных обстоятельств которые нас окружают потому что от формулировки вопроса как правило зависит ответ и оценка рисков она может быть автоматическая может быть содержательный чаще всего конечно же в 99 процентах случае она бывает автоматически и восприятие опасности вытекает как раз из эмоций испытываемых индивидуумом в прошлом и трактующим переносящимся на будущее поэтому кстати неверным толкованием окружающей действительности чаще всего пользуются маркетологи и рекламисты как это ни странно но в хорошем смысле не нанося вам никакого вреда кроме опустошения ваших кошельков джозеф приводит в книге пример от того как покупка нескольких товаров по одной общей цене вроде бы кажется нам более привлекательны нежели каждого отдельного товара за идентичную стоимость это вот как раз и есть самый яркий пример неверного толкования когда мы попадаемся на крючок маркетологов память вводит нас в заблуждение седьмой факт реконструкция событий может кардинально отличаться от оригинала потому что человеческий разум склонен к систематизации информации к воспоминаниям о событиях из жизни и выстраивание их в такой последовательности когда надуманное повествование настолько укореняется в сознании что человек считает его действительность когда мы сами верим в то как было круто хотя круто на самом деле не было ну это в общем можно сказать что этот факт это частный случай факта про розовые очки когда вы помните результат но не помните тернистого пути а еще потом начинаете приукрашать этот результат у себя в голове типа пломбир вкуснее трава зеленее деревья выше хотя на самом деле на самом деле все вовсе не так это в ваша память вводит вас в заблуждение и вы начинаете переоценивать свои способности снова про маркетологов и рекламистов которые зарабатывают на желание человека получить больше заведомо переоценивать свои возможности предполагаю сэкономить в будущем потребитель приобретать чрезмерное количество товаров информационная перегрузка ведет вас к самонадеянности в общем старайтесь трезво оценивать свои способности окружающую вас действительность это можно сделать в том числе читая инструкции говорит нам джозеф но прям очень правда никто не любит читать инструкции девятый факт из книги это кажется про каждого из нас я знаю по моему только одного человека который читает абсолютно все инструкции она при этом невыносимая зануда людям нравится поступать по-своему потому что разум формирует когнитивные карты вы когда учитесь какому-то одному навыку человек вы как человек действуете дальше по привычке перенося этот навык на все последующие ситуации у ученых есть даже название для этого феномена он называется функциональная фиксированность ну то есть гораздо быстрее разобраться как этот шкаф собирается без инструкции чем сесть один раз почитать а потом не пересобирать это десять раз потому что вы забыли закрепить там заднюю стенку или еще что-то и вот туда никто не любит получается читать инструкции ну и десятый факт у соседа трава зеленее в перспективе нам всегда окажется что где-то рядом там где мы не видим пути и не видим сколько было затрачено на это все усилий жизнь лучше чем она есть на самом деле и важно понимать что настоящее чувство эмоций у вас возникает только тогда когда события происходит с вами а все то что вы видите как условную картинку вы никогда не можете оценивать объективно потому что у вас нет всего набора данных именно из-за отсутствия этого набора данных вам будет казаться что да у соседа трава зеленее но вы не готовы знать что он потратил на это большую часть времени своей жизни ресурсов не досыпал там не знаю по выходным работал над этим ну то есть путь гораздо более сложный чем тот к финальный результат который вы видите да и не всегда вы объективно оцениваете вот это вот зеленость травы у вас она может быть ни капельки не хуже такие быстрые 10 фактов три задачи три задачи конечно же нужно записать в букнот букнот это блокнот для осознанного чтения уверен что если вы смотрите не первый подкаст то вы все про него знаете а если первый то перейдите по ссылке буква . инфа слэш блог слэш букнот и там будет очень много полезной информации про то что такое блокнот для осознанного чтения и как он помогает разным любителям нонфикшн литературы систематизировать полученные знания а из полученных знаний формировать для себя задачи чтобы пойти сделать их и стать чуточку счастливей не эффективнее и а не просто начитаний мои три задачи ты заворусная ошибка неизбежно поэтому для любого коллектива должен действовать не только свод правил но и свод понятий для того чтобы все говорили на одном языке осознанность это внимание к мелочам и отсутствие автопилота именно поэтому осознанность в действиях помогает избежать многих ловушек и нужно перечитать книгу марка уильямса осознанность это поставил я себе такую задачу а ссылку в описании можете найти на эту книгу вернее на краткое ее содержание пойдете за ней подпишитесь если вдруг еще этого не сделали колокольчик жмите тоже ну и многозадачность фейк три восклицательных знака помните об этом когда планируешь 15 разных дел на день но и в баню эта многозадачность лучше меньше но лучше таким был быстрый обзор десяти фактов и трех задач книги джозефа халлина почему мы ошибаемся ловушки мышления в действии таким был прочитай быстро буква .info на этой неделе в начале октября подписывайтесь на канал ставьте палец вверх пишите обязательно комментарии чего думаете про ловушки мышления существуют ли они на самом деле или это все выдумка психологов и заговор если захотите проверить скорость чтения буква .info слышь rapid проведете тест ответите на вопрос на вопросы по тексту получите сертификат блокнот для осознанного чтения рабочие тетради смарт конспекты очень много про софт скиллы у нас на блоге буква .info слышь блок ну и instagram буква .info обязательно давайте тоже станем там друзьями увидимся через неделю новая книга новый я новые вы читайте книги слушайтесь маму хорошего вам дня пока